Волгоград – город солнца и мира. Так назвали концерт, который состоится 1 февраля в Храме Христа Спасителя в Москве и будет посвящен 70-летию победы в Сталинградской битве. Особенность этого выступления в том, что играть и петь будут юные музыканты из Волгограда, воспитанники детского симфонического оркестра и единственного такого коллектива в нашей стране. Кульминацией концерта в столице станет выступление композитора Александры Пахмутовой. О других подробностях этого проекта журналистам рассказали его организаторы. Слово Анжелике Антипиной. Больше сотни волгоградских детей наполнят эмоциями и голосами Храм Христа Спасителя в Москве. Волгоградский детский симфонический оркестр и образцовый хор «Виктория» на одной сцене соберутся в эту пятницу. Возраст вокалистов и музыкантов принципиально юный – от 8 до 16 лет. Около 11 лет была Александре Пахмутовой, когда она покинула Сталинград. И в молодых талантах она увидит что-то от той себя. Таков замысел. Известные композиторы, наша землячка будет участвовать в этом уникальном концерте. Выбор места действия тоже символичен. Храм Христа Спасителя, он был разрушен от основания, он был сожжен и восстал из пепла. А не это ли роднит нас, сталинградцев, волгоградцев, ныне живущих, с храмом? Волгоград был разрушен, Сталинград. И восстановили его заново. Зал церковных соборов Храма Христа Спасителя рассчитан на 1300 человек. И будет заполнен до отказа, обещают организаторы проекта. Участники Сталинградской битвы, дети Сталинграда, вдовы-солдаты Великой Отечественной, живущие в Москве, станут главными гостями. В этом часовом концерте будет все самое пронзительное. Моцарт, Шуберт, Шостакович, Чайковский, Хреников, Теревердиев и Пахмутова. Финальным аккордом станет поклонимся Великим Тем Годам и Горячий Снег. Репетиций самой Пахмутовой еще не было, но программа уже обкатана. Подобные детские симфонические оркестры хор «Виктория» исполняли для волгоградских ветеранов. Получилось проникновенно, говорят наставники. И от наград ветеранов, которые сидели на концерте, блестели ими, и смахивали слезы в виде этих деток маленьких. Я смотрела на свой хор и точно так же рыдала за кулисами, потому что мои дети стояли и просто поголовно плакали. То есть это был такой трогательный, такой воспитывающий, такой ценный момент. Детей солистов, как жемчужины, искали по всей Волгоградской области. Среди них, кстати, будет пианистка и дочь губернатора Настя Баженова, а также участница детского Евровидения Саша Головченко. Она и тезка, и землячка Александры Пахмутовой. Специально выучила ее песню о Бикетовке. Это единственное произведение Александра Николаевны, где мы рискнули. Юрий Михайлович Ильянов, дирижер-аранжировщик, он сделал свою оркестровую версию этой пьесы. И для Александра Николаевны это будет сюрприз. Чтобы разместить всех участников концерта в Храме Христоспасителя, пристроят дополнительную сцену. Само выступление 1 февраля будет транслировать один из федеральных каналов. Анжелика Антимина, Александр Шишин, телекомпания «Ахтуба».